Всем здорожого! Привет всем! Добро пожаловать в виртуальную реальность. Меня зовут Дэн и у меня долгожданная ПВЕ-профи в одиночку. Огонь дракона называется эта миссия. Противник готовит массированную атаку на наши позиции и стягивает в этот район большие силы. Нанесите удар в тыл врага и ослабьте его. Спасибо большое пацанам, что помогли мне запуститься. Блин, не знаю, минут 20, наверное, я искал людей. Долго-долго, очень тяжело в последнее время дается мне запуск в одиночку. Но благо, что есть еще ребята, которые гораздо помочь. И благодаря им выпускаю это видео. С новой штурмовой винтовкой им был Ай-Эй-2. Уже интересовались на канале по поводу игры с этой штурмовой винтовкой, но я именно на ПВЕ хотел ее поюзать. Потому что, ну потому что просто хотел на ПВЕ именно с ней заиграть. Нормальная штурмовая винтовка за варбаксы. Здорово. То, что дают нам возможность за варбаксы приобретать годное оружие. И не обязательно сливать реал на выбивание какого-то гоната. Отдача приемлемая, проклик есть и можно работать с ней. Попробую с двоечки, пока здесь дистанция позволяет. Вот так вот будем потихоньку отрабатывать. Иду полностью в боевом снаряжении. Если честно, я забыл надеть шлем элитный на штурмовика, который обеспечивает защиту от слеповых гранат и не требует оплаты за ремонт. Потому что во всем боевом обмунировании варбаксы, если честно, не очень хорошо копятся. Отлично. Че-то я уже подзабыл. Уже сто лет не ходил. На ПВЕ-миссии в одного. По-моему, я эту ПВЕ-миссию, именно эту карту, я еще не проходил в одиночку. В обратном направлении точно, помню, было. А вот... Блин, там сзади щитоносец, да? Точно. Вообще забыл про них, офигеть. Ну вот что за бак, а? Как с ним бороться? Опа, справа еще. Блин, напарник его, походу. Лишь бы не тяж. Нячий-то носит. Да, подзабыл я немножко уже. Ладно, здесь поаккуратничаем тоже. У вас-то двоих точно не забуду. Частенько здесь игроки сливаются, выбегают, попадают под этих щитков. Если это миссия профи, они лежат, щитки их уронили, и щитков прикрывают блэквудовские снайпера и чуваки с РПГ, гранатометчики. Давай, выходи. О, отлично! У меня здесь укрытие, вообще огонь. Оно не простреливается, и там только голову мое видно, походу. Здорово. Не буду я торопиться. Ругайте, не ругайте, за то, что долго, нудно. Ну, это видео, пожалуй, не для проигроков, которые ждут нечто другого, другого какого-то контента. ПВЕ-миссию я буду проходить не спеша и очень аккуратно. Блин, за кустами это, за деревом, то есть дофига не видно. Еще справа РПГ. Сейчас, тебе достанется. О, вот это вот дикое поведение ботов вообще как жесть. Это надо чинить. Ну, я прекрасно понимаю, что до этого уж точно у разрабов руки не скоро дойдут, если вообще дойдут. Здесь еще должны быть щитки. Ох ты, блин, за мной. Опа. Давай, спрыгивай. А, понятно. А, все, я же все выстрелил. Нету больше подствола. Нормально. Будет немножко нудное долгое прохождение, потому что нет у меня возможности часто запускаться и бегать раз за разом. В общем, грубо говоря, у меня просто одна попытка на проход. Блин, я думал, тут тяжи будут. Обычно, по-моему, тут тяжи выдвигаются. Ну, сейчас будет жарко, наверное. Я тут. Выходи по одному. Да, круто, здесь будут только штурмовики, так что можно особо не париться. Хотя, черт его знает, выбежит сейчас какой-нибудь щитоносец или тяж. Шмальнет мне. блин, я надеюсь, сюда этот маньяк не забурится. Джаггернаут, который. Давай, заходи. Молодец. Еще кто-то там есть, наверное. Есть, не есть. Так, ну что, все, можно теперь заняться джаггернаутом. А нет, еще один. Ну, все, теперь точно. Никого больше нет. Ладно. Ой, блин, а оно, он в углу там защемился. Ну что, джага, друг мой старый, э-э-э, давай вот без этих фокусов. Да ну, да что за бред? Офигеть. Вообще, этого джаггернаута сделали каким-то читерским. Нахер было вот это вот выделывать, туда. Ай, отлично, вот это засадил ему. Вот это надавал я ему. Ну, вообще жесть, ну, какой-то он читерский стал, либо ящик такой корявый, текстура ящика самого корявая, либо джага просто припухший козел. Все, до свидания. Не, ну, это не дело, если честно. Не надо было вообще тогда трогать джаггернаута, блин, взяли, сломали. Крутить его вообще нереально, его можно сейчас крутить только на шифте. Если без шифта крутить, то он вас будет коцать, даже если не успевает повернуться визуально. Это, конечно, хрень полная. Я понимаю, что это мини-босс, там, и убивать его должно быть, по идее, трудно, но я думаю, достаточно было того, что урон у него проходит теперь только вот это светящееся очко его на спине. Так, а здесь же, кстати, щитоносец должен быть. Есть. Опа, есть. Не надо, не надо. У страха глаза, говорят, велики. Держи лимонку. Да, блин, как не убил? Гранаты тоже какие-то ватные, блин, стали. Все, больше никого, вроде. Ну, и отлично. Пойду дальше по своим делам. Ого, как мерцает. Прикольно. Раньше-то я на легких, ой, господи, на легких, на низких настройках проходил тут на средних и некоторые визуальные эффекты меня удивляют. Надеюсь, не тяж. Ох, блин, тяж. Понятно. Так, ну, аккуратненько будем работать. Здесь можно уже с двоечкой, я думаю, дистанции солидные будут. Сразу под ствол снарядим. Все как положено. Все, оружие заряжено, можно идти в бой. По поводу... Закончу все-таки мысль по поводу длительности прохождения. Первые мои прохождения вообще там по полчаса шли. Где-то больше, где-то меньше. Но можно это объяснить было тем, что раньше не было боевого снаряжения и снаряжение, которое ахилит так быстро. Я все это понимаю, но все-таки я хочу пройти с первого раза, а не просто безумно рашить. Бежать можно и с обычной командой. А вот этот весь смак пройти в одного, найти какие-то места более удобные. Опа. Все-таки блин, в этом есть своя прекраса. Все, походу он остановился. Точно. Ну так, я же бегаю быстро. Нет, нет, тяжи не пустим близко. Ну, сейчас будет туговатый, тяжеловатый такой отрезок там на парковке. Вообще тяжко это все происходит. Кругом пулеметчики. Послышалось что ли где-то? Вот этих двух, два щитоносца сейчас будет, надо бы от них избавиться и в принципе потом потихонечку, помаленечку продвигаться можно будет. Ну, давай, выходи. О! Да как не убил. Вот, все. Вот и здорово. Да, имбел знает свое дело. Хорошая штурма, если честно. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. От датчика поначалу мне показалось конечно диковатой, но привык. Ко всему можно привыкнуть. Благо, что она не такая дикая, как у ACR, допустим, коронной или обычной. Имбелл все-таки можно контролить. И это приятно. Где-то там сверху был, давай, спали себя еще раз. Давай. да, вот он. Ой, отлично. Ой, здорово. Давненько я уж таким не занимался делом. Конечно, это не сравнится с мозголомом на ПВП, но все-таки приятно. По бошкам настреливать. Ого, вот это уже опасно. Ах ты, черт. Все, брони нету, надо подождать немножко. А как от него избавиться-то я что-то? Придется, наверное, в резкую тогда налево свернуть. Держи. стрелка. Ну, вы вовремя, пацаны, блин, сейчас дым мой прогорит. Ой, здорово, блин, как я его хорошо, что услышал. Сейчас бы как неприятно было бы по спине, да, гранатометным снарядом. Да, ладно. О, боже, у меня подствола нету. Вот, что бывает, когда начинаешь выделываться и тратить. Где они топают? А, вот он. И второй тут. Есть. И тут в окне, что ли? А, не, наверху, на балкончике. Ну, там стопудово тоже гранатометчик какой-нибудь. Ну, как от тебя избавиться-то, а? В спину же будешь стрелять. Это еще чуза. Вот так вот. Ну, блин, гранат нет, подствола нет, а от этого надо негодяя избавляться как-то. Да, брось. Да, там граник сидит. Вот же черт, а. Ну, покажи себе, себя. Опа. Можно идти. Ну, либо так. Тоже вариант. Ладно, с тобой мы вот так вот разберемся. Все здорово. За спину можно теперь не переживать, аккуратненько пробежать вперед и... Путь, в принципе, свободен. Никого я тут не вижу, не слышу. Ну, вот теперь от тебя избавиться бы как-нибудь. Оглушающих у меня нет, гранат все потратил на рейтинговых, там, на ПВП, на пабликах. А сейчас бы она как в цвет бы сейчас зашла бы туда тебе. Ну, давай. Ой, здорово. Все отлично. Ну, вот и эвакуация. В принципе, добрался. Да уж, по времени, конечно, 16 минут. Ну, вы уж не обессудьте. Вот так вот это все происходит дело. Я просто кайфую. Мне нравится проходить. ПВЕшки. Еще если бы сюжет какой-нибудь был, вообще было бы зашибись. Есть, отлично. Ну, все, походу, последний там внизу остался, обычно он там трется. А, нет, еще снайпер слева должен быть. Вот он. Первый и и снайпер. Все, отлично. Путь свободен. Почти 17 минут ушло. 16,5 минут уходит на первую часть карты. Нормально. Я думаю, что нормально. 105 убийств. Охренеть. У меня обычно даже за всю миссию столько не бывает. А тут 105. Ну, Китай, в принципе, населения много. Армию может Blackwood здесь немеренную себе собрать. Ладно, шутки в сторону. Надо будет сбить мне сейчас К-50. Дали, кстати, нашивку на нее за убийство, то есть за сбитые К-50. за определенное количество их можно получать нашивки. Не нашивки, а значки, по-моему. Все здорово. Вперед! Блин, круто. Жалко, что не в голову, но тем не менее. Все, все оружие заряжено, можно отправляться на бой с К-50. Я немножко, я не знаю, говорил ли я об этом или нет ранее, но начнем, как всегда, по старой схеме. Есть здесь небольшая хитрость со снайперами, которые выходят на зданиях. И, кстати, почему-то я больше не замечаю здесь ЛЦУшников, если раньше их здесь куча была. Но, может быть, зависит от того, сколько людей идет в живых. Я один, может быть, поэтому немножко полегче в этом плане. Блин, он как-то непредсказуемо уворачивается. Попаду. У-у-у, ничего себе попал. Неожиданно. Ну, хотя, в принципе, чё, я так и прикидывал траекторию полета. Здорово то, что РПГ целая куча. В самом начале дается, да? Считай, сколько? Шесть выстрелов, три РПГ, по два снаряда. Отлично. Есть попадание. О-хо. Здорово. Далеко пойдем. На мосту, прям наверху. Я думаю, можно? Да, можно. Давай, давай, давай. Опа. Во, блин, а здесь по одному все вылежало. Да ладно. Не верю. Чёрт тебя возьми. Я думаю, откуда стреляют. Со снайперами здесь такая ситуация складывается. То, что появляются они в четырех местах и в трех из них нужно их убивать, в четвертом не трогать. Сейчас поймете все. Одну выстрелю, вторую сразу забираю, чтобы не было необходимости спускаться сюда на открытую местность, потому что в одного я, медика нет, и это было бы просто глупо. Есть два попадания. Я думаю, можно проскочить. А, нет, стоп. Прям надо мной. Подождем, подождем. А вот, теперь можно. Есть. Ну, приятель. Ясно. В конец этой карты бежать тоже не планирую, потому что там выходят тяжи, я не хотел бы связываться с тяжами. Здесь бывает, что недотяжий. Блин, как он быстро маневрирует. Не предсказуемо вообще летает. Сложно предугадать траекторию полета. Раньше, по-моему, немножко попроще было в этом плане. Ну, ладно. Классно здесь рекламный щиток, который не пробивается ракетами ударными. И будем этим пользоваться. Рискнем? Лови. По-моему, попаду. Ха-ха. Здорово. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Давай-давай. Игроки воскрешены. О, у меня же еще одна. Точно. Контрольная же была. Неа, в молоко. Так, ты давай уже улетай отсюда, потому что сейчас снизу еще боты полезут. Все, ушел. После контрольной точки выбегают же отсюда. Вот он уже, красавец. Блин, еще сверху снайпер там. Ну, тяжа на такой дистанции, в принципе. Не проблема. Держи. Давай-ёй-ёй. В бочину мне прям. Блин, вовремя ушел. Сейчас гучу ракетами жестко мне добавил. Снайпер готов. Пошли. Ну, давай. Попаду, нет. Неа. Ах ты, черт. Постараюсь держаться поближе к РПГшкам, чтобы далеко не бегать. Сразу же пополняемся. И еще один выстрел. Но мимо в этот раз. Ай, больно. А, черт, нет. Скосил, скосил. Лови. Ну, все, пару раз осталось попасть по нему. Ха-ха. Чувствуешь, да, что жареным запахло? Все, последнее попадание. Так, отсюда надо бы... Ну, отсюда, в принципе, вон, видите, слева, за щитком, куча целых бегает. С других трех точек, если снимаешь, то они респауняются там. Да ладно, как не попал-то? А-а-а-а. Ах ты, блин. Ну, давай. Да ладно. О, боже. Приступ косости. Давай, давай, быстрее, пока он не ушел. Да, все, улетел. Ну, ладно. Теперь-то точно не промажу Плавил Есть В металлолом Там нет никого? Чисто Ну вот я и говорю, вот они Снайпера все тут собрались О, их там трое что ли? Точно трое, нифига себе Ну вот, если в другой конец Карты не бегать, то Эти снайпера там копятся и Нормально, они в принципе никаких проблем Не создают, если теряться где-то В центре, либо здесь Ну может быть мне повезло Отчасти в том плане, то что РПГ у меня появлялись все В одной половине карты 123 убийства Не так уж и много, но Подавляющее их большинство было сделано на первой карте Так что нормально, я думаю Бимбел прекрасен Отличная штурмовая винтовка Не требует никакого ремонта Вложил 25 тысяч И месяц бегаешь С оружием, которое даже ремонтировать не нужно Вот такие дела 96 в голову Два взрывами И с обычной випочкой я бегаю 1026 заработал Потратил Я больше чем уверен Больше, потому что Все снаряжение у меня боевое Всем спасибо за просмотр Спасибо ребятам еще раз Кто помогал запуститься Успехов вам на ПВЕ Побольше корон И до свидания Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok